Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 8 ноября – день Дмитрия. Святой великомученик Дмитрий, сын благородных и благочестивых родителей, происходил из города Солуни. Он известен под прозвищем «Мироточец». Многих жителей обратил он свою веру, за что и был казнен. Последователь мученика по имени Луб взял ризу и кольцо Дмитрия, орошенное его кровью. Эти предметы впоследствии стали обладать удивительными свойствами и с их помощью Луб совершил большое количество чудес. В народе этот день получил множество названий. Дмитриев день – родительская неделя, день Дмитрия Солунского, Дмитровская суббота, Михайлов день и прочее. А началась традиция в 1380 году, когда 8 ноября была отслужена большая панихида по погибшим воинам на Куликовом поле. Сделано это было по приказу князя Дмитрия Донского в день его именин. Работать сегодня не позволялось. Вспоминали и умерших родителей, родственников и друзей. О живших навещали, дарили им различные подарки. Благодарили за то, что они сделали. Осенние свадьбы старались справить до наступления этого дня. После делали перерыв аж до зимнего мясоеда, то есть с Рождества Христова 25 декабря, то есть 7 января, до начала Масленицы, помня сопустную неделю, это предпоследнее воскресенье перед Великим постом. В народе сегодня было принято пить пиво. Говорили, в Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит. Приметы. Если сегодня будет оттепель, зима будет теплая и влажная. Если сегодня пошел снег, Пасха будет со снегом. На Дмитрия снег лежит, весна поздней будет. Если сегодня и не утром выпал, зимой будет очень много снега. Сегодняшний утренний туман предвещает оттепель. Если сегодня холодный день, и весна холодной будет. Если реки до сегодняшнего дня еще не покрылись льдом, морозов не будет аж до конца ноября. Чем обильнее поминальный стол, который называется тризна, тем лучше себя чувствуют умершие родственники и друзья. Первый блин есть нельзя. Сегодня он предназначен для покойника. Сегодня нельзя купаться, мыть посуду, стирать и так далее. Это означало, что ты воду на души покойных льешь. Хурма лучший помощник формирования в организме калиево-натриево баланса. Когда мы с вами не отекаем и организм чрезмерно не теряет воду. Малокровие и анемия. Используем хурму, прекрасно, мы вылечиваем ее. Особенно эту хурму можно есть, знаете кому? Беременным женщинам. Щитовидная железа и проблемы с ней связаны. Для того, чтобы пополнить недостаток йода в щитовидной железе, необходимо кушать хурму, а в ней много йода. Простудные заболевания. Население городов сплошь и рядом болеет простудными заболеваниями. При кашле и простуде нам помогут полоскание горла соком спелой хурмы. Берем одну хурму, выдавливаем с нее сок, разбавляем 50 граммами обычной воды, лучше всего кипяченой, теплой воды. И этой смесью все смешиваем полощем горла. Прекрасная профилактика и лечение. А общеукрепляющее действие, как мы уже знаем, хурма оказывает тонизирующее воздействие на организм, повышает работоспособность, улучшает аппетит, является успокоительным для нервной системы. Сейчас мы с вами приготовим салат из хурмы, яблочек и возьмем немножечко еще зелени. И все это нарежем, получится такой интересный салат, который мы можем использовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, отеков и прочего прочего, о чем я уже рассказывал в программе. Мы берем хурму, яблочко, тыкву и немножечко капустки. Так, хурмы нам много не надо, но, тем не менее, она должна быть. Раз, обрезали. И нарезаем. Вот так мы ее нарезали. Так. Хурму можно нарезать такими крупными кусочками, желательно, чтобы это было и кубики. Хурма у нас готова. Теперь мы порежем яблочко. Яблочко много не надо. Яблочко должно быть кисло-сладкое или сладкое. Кисло-сладкое нежелательно. Вот так мы с вами нарезаем. Этот салат особенно подходит тем, кто хочет сбросить лишний вес, постройнеть, вывести лишнюю воду из организма и вообще побыстрее восстановиться после какой-нибудь тяжелой болезни. Пища получается легкая. Так. Теперь мы возьмем тыковки. Вот. Очищаем ее. Нарезаем кубиками. Вот. И добавим немножечко капусточки. Кстати, этот салатик у нас получается обладает такими хорошими, защищающими, омолаживающими организм свойствами. Можно сюда добавить маслица, а можно его и не добавлять. Важно все это хорошенечко перемешать. Все у нас овощи и фрукты сочные, поэтому запивать не надо. Важно, чем дольше жуем, тем полезнее получается и вкуснее этот салат. Видите, капусточки надо взять совершенно немножко для того, чтобы она просто здесь была. Не более того. Так. Теперь мы с вами все это перемешаем. Все это перемешаем вот так вот. И у нас получается такой витаминный зимний салат. Можно сюда добавить немножко сметанки. Некоторые там любят добавлять сок лимона. Ну, а лучше всего приучаться есть с его естественным вкусом. Попробуем. Вкусно? И полезно. Как много сока выделяется во рту слюна. Все это смешивается и говорит о том, что будет прекрасное пищеварение. А лишний висок будет уходить. Сытость в желудке. И нам не будет хотеться есть. А фигурка будет в стройне. Это самое главное. Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека от чувства милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ сердца, который повсеместно связывает с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказано проявлять злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Тринадцатые лунные сутки. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу, а в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и омоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу, пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочные и свекольные. В готовое блюдо добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Прилетствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч!